Сервисный центр вертолётов, фундамент которого был заложен на территории аэропорта Забрат в Баку, представляет собой новый этап сотрудничества между Азербайджаном и Россией по развитию гражданской авиации. Первые годы функционирования сервисного центра будет налажен ремонт 4-6 различных модификаций вертолётов, а затем производственную мощность планируется увеличить до 80 вертолётов в год. Примечательно, что центр станет единственным подобным предприятием в регионе. Я считаю, что вообще компетенции по разработке, производству и обслуживанию вертолётов наличит в очень незначительном количестве стран. Насколько известно, вертолёты, автомобили и радиолокационная техника – это техника двойного назначения. А здесь это особенно ярко проецируется на географические реалии Азербайджана. Страна, значительную долю территории, которая составляет горную местность, а в горах при минимуме до оборудования площадок вертолёт незаменимая машина, что в гражданских целях, что в военных. Поэтому я очень рад, что именно это направление выбрано в качестве отправного для вывода российско-азербайджанского военно-технического сотрудничества на новый уровень. Вертолётная техника – это также рабочее средство армейской авиации. Эксперт подчёркивает, любой транспортный вертолёт легко может быть доработан в военный вариант с установкой целевого бортового оборудования и систем вооружения. Как говорится, от простого к сложному. По мнению военного аналитика, новый уровень военно-технического сотрудничества между двумя странами должен заключаться именно в переходе от прямых закупок к обслуживанию производства, а в перспективе – к совместным разработкам вооружения и военной техники. В Азербайджане ещё много российской бронетехники и автомобильной техники. Поэтому развитие азербайджаном компетенции по обслуживанию, сервисному обслуживанию и ремонту, включая наиболее сложные виды ремонта этой техники, плюс, как оно обычно бывает в ходе ремонта, изготовления необходимых агрегатов, запасных частей, музеев функционально законченных. Это и есть тот поэтапный путь развития, тот путь, в ходе которого азербайджанская сторона будет постепенно наращивать свои компетенции в области оборонной промышленности. Я считаю, что вертолёты, автомобили, бронетехника, подъём, ремонт эксплуатационных мощностей и подготовка квалифицированного персонала – это магистральное направление развития. Кооперация Азербайджана и России в данной области вызывает серьёзную обеспокоенность в Армении. Безусловно, военно-составляющая и, прежде всего, военная мощь Азербайджана, конечно, она призвана, безусловно, решить её территориальные проблемы. Целью того, чтобы всё-таки заставить, ну, скажем так, оппонента, да, мягко говоря, всё-таки выполнить те договорённости, которые уже подписаны между Азербайджаном и Армением. Например, всё те же самые мадридские принципы. Переговорный процесс, он на то и переговорный процесс, чтобы решать вопросы мирным путём. Но если он, этот переговорный процесс, ни к чему не приводит, значит, ну, нужно хотя бы показывать вот эту самую военную силу. Хотя бы просто демонстрировать для начала. Официально Баку неоднократно подчёркивал, что не хочет военного разрешения Карабахского конфликта. Но статус-кво неприемлем. Шемистан Мамедов, CBC.